Приветствую вас и, прежде всего, хочу сказать, что в вашей ситуации очень важно обращение к специалистам, к врачам, в данном случае. Потому что вы описываете довольно серьезно. Ваше состояние довольно серьезное, оно может быть, конечно, как чем-то таким вот психологическим, безусловно. Но оно же может быть и кем-то более серьезным. Вот. И для того, чтобы избежать вот этих вот аспектов, для того, чтобы исключить такую возможность, что у вас могут быть проблемы такого плана, я предлагаю вам обратиться дальше. Это первый. Дальше. Бессонница. Вы описываете первую проблему. Вот. Бессонница. И вы говорите про определенный свой график, вот, в котором вам тяжело. Вот, честно говоря, про график я не очень понял, потому что, что это за график. Дело в том, что, ну, понятно, если в человека поместить какие-то тяжелые, тяжелые для него условия, вот, то, в общем и целом, я думаю, что абсолютно у любого человека, абсолютно у любого человека, может возникнуть бессонница. Просто потому, что, ну, извините, у человека должно быть время на отдых, у человека должно быть время, ну, какое-то свое, да, когда он принадлежит сам себе и, в общем-то, время, когда он, ну, свободен, должно быть. А если такого нет, вот, то абсолютно у любого могут возникнуть трудности. Абсолютно у любого человека могут возникнуть трудности со сном и вообще. Обессонница, так же, это, конечно, про нервную систему, вне, вне всякого, всякого сомнения. И нервная система, точно так же, ну, она, ну, скажем так, нуждается в отдыхе, то есть она нуждается в том, чтобы, ну, как-то, ну, как-то расслабляться, да, нуждается в том, чтобы как-то релаксироваться и так далее. Если этого не происходит, опять же, вот, то у нас, вот, условно говоря, ну, будет серьезная, серьезная такая проблема. Вот. Дальше. Бессонница может быть связана со многими факторами. Вот. А, в частности, в частности, бессонница может быть связана с, ну, определенными реакциями. Да, то есть, например, это может быть агрессия, вот, это может быть, это может быть, значит, ну, там, что-то невыраженное, ну, что-то невыраженное. Вот. Понимаете, понимаете, да, ну, какая, какая, какая история. Вот. Это может быть что-то, вот, не отреагированное, ну, вам, вам, понимаете, да, вот. Вот. И вот, а уже, ну, нужно отреагировать это. То есть, нужно, ну, условно говоря, вот, понять, что вы, например, не делаете, да, вот, за, ну, что вы, что вы не реализуете за время. Своего дня. Вот. Что вы, ну, что вы не можете реализовать за время своего дня. Вот. И, значит, постараться это реализовать. Вот. Понимаете, да? Собственно, на мой взгляд, на мой взгляд, тогда вам будет проще. То есть, вам будет легче. Потому что очень, очень часто бесценница возникает именно вот, ну, как бы, в результате того, что человек просто не делает за свой день. А с того, что он вот, ну, с того, что ему хочется. Вот. То есть, человек, ну, не занимается, не занимается этим, не занимается этими вещами, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря. И вам будет, на мой взгляд, значит, требуется, как-то, это, это сделать. Ну, дальше, что касается, значит, ну, вот, того, что вы пишете, да, что вам кажется, что за вами наблюдают и прочее. Вот. А, значит, естественно, естественно, что здесь могут быть, ну, могут быть разные моменты, само собой. Вот. Но я думаю, что, ну, в какой-то степени это про ваш, значит, ну, ваш стыд, в какой-то степени это про ваши страхи, это про, ну, в какой-то степени, скажем так, внимание. Вот. Вот. Которое, ну, которое, ну, которое, вот, вы, как бы, хотели бы, да, то есть вы хотели бы внимания, вот, но вы его, значит, ну, не получаете, да, вы себе, вы себе, там, как-то запрещаете, ну, запрещаете вот это внимание получать, скажем так. Так. И вот, в итоге, это выливается вот в то, что вы, значит, ну, что вам указывается, что за вами стоит наблюдать с точки зрения психологии, да, это мы заберем какие-то вот таких, ну, каких-то таких, значит, ну, патологических моментов, да, это вот, на мой взгляд, именно, именно, именно так работает. работает, именно, именно, вот, вот, такой, в данном случае, аспект. Вот. А, дальше, то, что вы не видите себя, ну, в общем-то, косвенно, в той или иной, как мне кажется, степени подтверждает то, о чем я говорил предыду. то, что вы, у вас очень сладенькая, сладенькая такая, получается, связь с собой, да, то есть, да, то есть, вот, вы можете, допустим, пытаться, вы можете пытаться, а, к примеру, все время, оправдывать ожидания людей, можете пытаться все время, грубо говоря, значит, все время, там, условно, достигать, то есть, вот, вы описываете, ну, к сожалению, да, вы описываете, вот, такое, ну, состояние свое. Человек, который, ну, вот, знаете, как, так, потально, потально, ну, вот, тяготеет к достигательству. Вот. Это, прям, вот, такая, тотальная история. Когда человек ставит, вот, знаете, как, в главу угла, да, именно, вот, в какую-то, вот, необходимость, да, достичь необходимости, необходимость, достигать необходимость, а, значит, 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 все время чего-то, чего-то добивался, а, игнорируя, при этом, в общем-то, свои потребности, игнорируя, при этом, свои, какие-то, слабости, вот, знаете, как, психологические особенности, я бы сказал, вот, и, в общем-то, в общем-то, в общем-то, вот, это то, что я описываю. Поэтому отсюда, вот, вы не видите себя, а, ну, а как, откуда вам себя выйдет, да, если вы, вот, все время, а, значит, озабочены, вот, тем, что нужно успеть, нужно сделать, нужно, там, оправдать ожидания, а не забыть, что-то не получится, и прочее, прочее, прочее. Ну, откуда, как, это невозможно, невозможно. Вот. Поэтому, я думаю, что, ну, вот, в первую очередь, вам, конечно, нужно, вот, в этом, как-то, направлении, да, вот, ну, в этих направлениях вам нужно, в первую очередь, двигаться, для того, чтобы эта ситуация измерить. Вот. Ну, я думаю, что, с психологической точки зрения, с точки зрения психологии, это вот так. Я думаю, что, естественно, очень, 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 очень важна медицинская составляющая, вот, нужна, нужна консультация врача, вот, потому что, возможно, вам, ну, вероятно, себя, как-то так, очень, очень сильно загнали, да, и вам, вот, уже, без какой-то такой помощи, да, не обойтись, вот, к сожалению, поэтому, тут, вот, тут тоже такой момент, очень, очень важный, и, вот, нужно заботиться, нужно заботиться за себя. Я думаю, конечно, что, если, вот, если присутствует злость, да, вот, что я думаю, что, естественно, вот, присутствует, если присутствует стыд, то, естественно, присутствует и злость. Я думаю, так, вот, и, я думаю, что, вот, как-то, игнорировать этот момент, да, вот, в никаком случае нельзя, да, то есть, и, если у вас есть злость, вот, на кого-то злитесь, вот, то, я думаю, что, обязательно нужно эту злость выращать, да, обязательно нужно находить для нее, значит, выход конструктивный. Вот, иначе, ну, просто, вот, будет такая злость, да, что она сама, я имею ввиду, ну, сама злость, да, будет, ну, сама будет искать выходы, вот, и, на мой взгляд, вот, как мне кажется, лучше все-таки, если вы сделаете это сами, вот, чтобы, как бы, ну, контролировать вот этот процесс, этот момент, это часть своей жизни. Поэтому, как-то резюмируя, хочется сказать, что есть стойкое ощущение, что вы диссоциируете какую-то, ну, какую-то часть, большую часть своей жизни, вот, и, ну, довольно, довольно, довольно большую, вот, поэтому, вот, на мой взгляд, нужно все-таки, нужно все-таки смотреть, чтобы этого не, чтобы это не происходило. Вот так, на этом все, желаю вам удачи, желаю вам всего доброго, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо.